всем привет еще раз сходила в магазин прогулялась кое-что купила для туалета такой вот такой обычный ёршик для волос палет 170 рублей цвет золотистый кофе купила сыну двое трусов вот такие одни светло серые и темно-серые такие вот по 300 рублей спортивные боксеры трусики так станет рассылку себе купила носки так бой носок сына купила вот такие 25 размер хлопок 70 процентов и себе купила носки тоже двое черные такие небольшие носочки в общем то стелла 23 размер размер по 80 рублей купила двое синих двое черных это мне так это моё ребята я купила себе трусы я даже не знаю пока я люблю горошек поэтому вот такие вот розовые вот такие вот тоже горошек такие сиреневые ну я еще так что-то пожалела что не купила синие там еще были синие горошек это моё так сейчас посмотрим потом я купила сыну вот такую футболку фирменную магазине твою м к я не знаю м к наверно большая ему будет от 48 ему 46 ногу все такая футболка неплохая в общем то точно такие же брюки синие спортивные так вот с лампасами по бокам штаны 1300 и 500 рублей футболка хотела шорты купить потому что штаны все-таки это ближе к зиме ну шорт 46 размер такие спортивные брюки внизу на манжете ки такие тепленькие вот это ему хотел еще купить точно такую же толстовку но не было его размера еще хотела купить такие же шортики тоже не было значит следующий раз купила как бы подарок на день рождения и человек не работает поэтому подарки такие скромные из вещей так ребята пока все чуть позже доснимаю всем привет ребята еще раз сегодня у нас 21 августа пятница через три дня я улетаю отдыхать 25 до сентября осталось 10 дней я что-то там лоханулась неправильно сказала что три недели осталось на улице 23 градусов тени погода замечательная ведь какие у нас облака шикарные как всегда как на картине я тут решила пробежалась по магазинам пришла мне захотелось кофейку попить своего любимого бокальчика сервиза снежная королева сделала себе три бутерброда с маслом и с икрой такая белая икра баночки сейчас покажу ну такая недорогая рублей 150 она такая вот икра такой банки классическая я вот такую люблю люблю такую же только под копченую розовенькую а это просто белое так что у меня тут бутербродики и кофеек время пол четвертого мы обычно в это время обедаем но так как я одну одна я не люблю есть не одна я не обедаю поэтому быстренько сейчас попью кофеечку и буду делами заниматься может быть уборкой займусь надо потихоньку квартиру прибрать перед отъездом наконец-то я купила краску для волос между прочим я сегодня ходила третий раз за краской и что интересно я ее забыла купить и уже когда вышла из магазина вспомнила вернулась положила сдала все покупки там положила в ячейку и пошла вернулась взяла краску в перекрестке купила за 169 рублей такая краска цвет золотистой кофе сегодня уже не буду красить покрашу я наверно понедельник перед отъездом понедельник покрашу сегодня уже не хочется сейчас займусь уборкой потихонечку сколько успею уборку сделаю сегодня мне готовить не надо ничего у меня там в принципе все есть тут вот у нас вчера капусту тушила вечером вот осталось тут немножко макароны есть можно по обжарить там еще кусочек рыбки же этой кусочек горбуша остался форель есть фрукты есть так что пока с продуктами более-менее ничего не нужно вот такая у нас погода сегодня замечательная с утра тучки ходили думала дождь будет а сейчас вообще хорошо хорошо просто замечательно ну что ребята до отъезда осталось три дня я потихонечку собираюсь носки себе купила там по мелочи так то что собой надо взять так что в последнее время тут бельясина купила прикупила так что у меня все есть все новое сейчас все старье по выбрасывала перебралась своих ящичках все что мало все что такое уже потрепанное все выбросила так что старые вещи надо иногда выбрасывать чтобы начать чтобы пришлось все что-то новое в жизнь нужно избавляться от старого от ненужного брахла вот этим принципе и занимаюсь потихонечку расчищаю пространство вот тут бы еще прибраться но тут выбрасывать нечего складывать тоже некуда то есть на тоже ночью с отдыха приеду и потихонечку продолжу разбирать свои завалы я как-то начинала вот когда карантин был как-то начинала шкафы разбирать но я еще не все разобрала там еще разбирать и разбирать у меня тут еще дофига чё повыбрасывать можно не да мне дай волю я тут ног чё повыбрасывала я бы выбрала выбросила бы вот этот стол старый который у нас еще в коммуналке был ему 25 лет где-то этот стул компьютерный старый выкинула бы табуретки бы все выкинула вот эти позорные какие старые у нас тоже в коммуналке еще были я бы на кухне честно говоря купила хороший стол в икее металлический такой квадратник я прямоугольный стол бы купила в икее и к нему четыре стульчика чтоб там обивка обшивка была салатового цвета вот под цвета обоев с собой такие видите салатовые но ближе к белому ну я бы много тут чё повыбрасывала в общем то вот эти серые шкафы я бы тоже по выбрасывал по крайней мере они не для кухни их можно было бы где-нибудь на балконе поставить продукты складывать но я бы к этим шкафам сделала бы дверки заказала бы у нас три таких шкафа один у сына стоит и вот два еще здесь на кухне болтаются я бы их убрала на балкон если честно а то что там какая-то дурацкая полка стоит на балконе ту бы я вообще на помойку выкинула там какие-то дурацкие полки тоже открытые пыль на них собираются все что открыто я ненавижу открытые шкафы все что открыто это пылесборник никакие открытые шкафы я не люблю полки это все только пылесборники в комнате я там тоже много чего выбросила наверное начиная со стенки этой старой которую мы покупали в девяносто пятом году девяносто четвертом году то есть этой стенке тоже 25 лет когда мы в коммуналке жили мы ее купили эту стенку потому что мы когда въехали в коммуналку со съемной квартиры у нас вообще ничего не было у нас был только телевизор и наверно стол был компьютерный свой первое что мы помню купили в коммуналке мы купили диван кроватка у сына было потом мы купили холодильник а на кухне купили стол с полкой два шкафа а вот этот кусту который здесь вот у нас стоит коммуналку тоже купили стол кухонный вот он до сих пор меня стоит на кухне 25 лет уже пора выкинуть я бы не просто так старые вещи просто раздражают и бесит я когда я на них смотрю у меня первая мысль возникает что надо их выкинуть на помойку этот стол просто захочешь на кухню тебя это бесит чертовой матери я бы все по выкидывала мне только дай волю я тут нахрен оголила бы пол квартира бы вынесла на помойку я почему-то так тут думаю что лучше пусть будет пустая квартира квартира чем какой-то хлам ненужный блин старье вот это какое-то вот со стенки конечно стенка принципе неплохая она красивая если ее может быть как-то немножко как-то по-другому поставить может быть и ничего было бы но мне например я бы оставила половину стенки вот именно те шкафы которые стеклянные где зеркала на вот это вот как сервант под посуду я бы оставила а вот эти вот сам трехтворчатый шкаф для одежды его либо надо где-то отдельно поставить сторону может быть даже в коридоре в тиснулся бы может быть из него сделать из этого я бы . вынесла в коридор и может быть из него сделали бы это ну шкаф для одежды как гардероб вот ну как прихожка а в комнате я бы наверно лучше встроенный шкаф сделала в принципе можно оставить этот только поставить сторону куда-то а в коридор сделала бы еще один встроенный шкаф в общем тут работа море ребята тут переделывать и переделывать вот эти шторы болтаются меня раздражают на кухне я думаю что пора все это нахрен выкинуть и какие-нибудь роллеры сюда повесить какие-нибудь итальянские шторы или жалюзи ну вот это вот это тряпье тут болтается мне вообще не нравится тем более вечером тут солнце лупит у меня тут магнитики воцветают так ладно ребята пойду и кофейку попью и займусь делами